Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодняшний обзор мы посвятим крупному морскому биноклю 7х50 с компасом и дальномером от немецкой компании Липпер, которая специализируется на производстве тактических и военных оптических приборов. Упаковка бинокля обычная, картонная, с изображением модели и комплектации, с кратким описанием на двух языках, немецком и английском. Штрих-кода страны производителя мы не нашли. Проверим комплект. Плавающий на шейный ремень для бинокля. Сумка-чехол. Салфетка для чистки оптики. Две миниатюрные батарейки. Сдвоенная окулярная крышка. И непосредственно бинокль с закрепленными крышками объективов. Чехол защитного цвета, многослойный и влагозащищенный. Он имеет две пластиковые защелки, наплечный ремень с регулировкой длины и проушину для поясного ремня. Сам бинокль крупный и тяжелый, вес около одного килограмма. Такие габариты определены в первую очередь светосильной оптической конструкцией. Внутри корпуса, за объективами, хорошо различимы огромные просветленные PORRA призмы из стекла БАК-4. Вы можете быть уверены, они не внесут вендетирование и пропустят максимальное количество света. Объективы тоже не маленькие, толстые, а хроматические, световым диаметром 50 мм. Они закреплены резьбовыми кольцами внутри черных тубусов с многочисленной антибликовой гребенкой. Просветление объективов очень хорошее, полное многослойное, преобладают зеленые, желто-зеленые и бирюзовые оттенки. Торцы линз, к сожалению, чернения не имеют. Окуляры тоже не маленькие, диаметр глазных линз 23 мм. Все линзы с черненными торцами и с полным многослойным просветлением зеленых, синих и фиолетовых тонов. Заметим, что у некоторых биноклей даже объективы меньшего размера. Вся эта оптика надежно установлена в крепком корпусе из поликарбоната, полностью покрытым прочной, хорошо прилегающей резиной. Половинки бинокля соединены толстым металлическим шарниром, позволяющим точно регулировать межзрачковое расстояние. Механизма центральной фокусировки нет. Резкость, как и диоптрийная подстройка, регулируется вращением каждого окуляра отдельно. И это плюс надежности и устойчивости к механическим воздействиям. Ведь даже при повреждении одной половинки бинокля можно полноценно наблюдать во вторую половинку, как в монокуляре. Добавим к этому газонаполнение сухим азотом. В итоге получим отлично защищенный всепогодный многоцелевой бинокль. Кроме того, в правой половинке бинокля под небольшой башенкой размещены инструменты навигации, дальномерная сетка и компас. Матовый белый лючок служит для подсветки компаса в светлое время суток, а обрезиненная кнопка включает светодиодную подсветку при недостаточном освещении. В передней части правого призменного блока расположен герметичный отсек элементов электропитания. Это две миниатюрные батарейки-таблетки типа LR936 или другие аналогичные. На левом объективном тубусе находится калькулятор дальномера. Сначала идет неподвижная шкала дистанции до объекта . Далее подвижное кольцо с двумя шкалами. Первая — размер объекта, диапазон от 1 до 20 метров. Вторая — отсчет дальномерной сетки, диапазон от 2 десятых до 8. А вот неподвижной метки калькуляции мы не обнаружили. По нашим расчетам она должна находиться на левой боковой стороне, примерно здесь. Заметим, что рассчитать дистанцию можно и без калькулятора, по формуле. О чем мы расскажем ниже. Посмотрим в правый окуляр. В центральной части поля зрения расположена дальномерная сетка. Вертикальная шкала имеет отсчеты от 0 до 6 с половинными отметками. Горизонтальная шкала — отсчеты влево и вправо от 0 до 4 также с половинными отметками. В нижней части поля зрения расположено окошко компаса с оцифровкой через 10 градусов и ценой деления в 1 градус. В сумерках или темноте можно включить подсветку компаса. Он ярко освещен и отлично читается. А как бонус — частичная подсветка горизонтальной шкалы дальномера. Хотя это и не заявлено производителем. Для измерения расстояния наведем бинокль на жилой дом в сотни метров от нас. Согласно формуле из инструкции, дистанция равна 100 умножить на высоту и разделить на угол сетки. Высота окна нам известна — 1,4 м. Определим угол сетки — примерно 1,3 м. По формуле дистанция равна 107,7 м. Реальное расстояние составляет 104 м. Погрешность в 3-4% обусловлена примерным измерением дальномерной шкалы. Кстати, здесь бы пригодились более мелкие деления. Оценим качество картинки. Изображение яркое, контрастное, цветопередача и насыщенность нормальные, хроматизм небольшой. Обзор очень широкий и как результат полевые аберрации. Заметно подушкообразная дисторсия и падение резкости к краю. Что же, подведем итог. Модель в целом оправдывает свое назначение специального, хорошо защищенного бинокля. Нам он понравился качественной конструкцией корпуса и весьма светосильной оптикой. К недостаткам можно отнести искажение картинки по полю, хотя на задачу обнаружения объекта и определения расстояния это практически не влияет. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Конечно мы не можем рекомендовать бинокль Липпер 7 на 50 любителям идеальной картинки или путешественникам налегке, а вот для специальных задач в экстремальных условиях он подойдет и будет надежным спутником моряка и яхтсмена, солдата и сотрудника чрезвычайных служб. Ну и конечно он станет хорошим подарком для фаната стиля милитари. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.